У меня появилась отличная идея. Строим небольшой пранк над Настей. Я не понимал, почему все время у нас с Машей какие-то совпадения. Дети будут кушать, а мамы не кушают, поэтому не переживай. У меня точно что-то не то. Да. Так вы действительно подозрительные. Нормальная я. Маша! Что? Я тебе сейчас устрою. А теперь давайте попробуем нажать лайк носом. Ух ты, у многих не получилось, а у тебя получилось. Молодец. А подписаться и поставить колокольчик носом сто процентов никто из вас не сможет. Какое же сегодня доброе утро. Но планов на сегодня вообще нету. Чем бы мне сегодня заняться вообще? Так, чтобы придумать. В голову вообще идея не приходит. Скучно. 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 Так, чем бы заняться? О, телефон звонит. Это Настя. Интересно, что она хочет? Привет, Маша. Привет, Настя. Как у тебя дела? Я сижу. Кстати, у тебя точно такая же пижама, как у меня. Или у меня точно такая же, как у тебя? Да. Круто. А что ты с чем делаешь? А я сижу и не знаю, чем заняться сегодня. Настя, я тебе потом перезвоню, пока у меня появилась отличная идея. Раз мы с Настей с самого утра в одинаковых пижамах, то давайте я ее 24 часа сегодня буду повторять. Устроим небольшой пранк над Настей. Ей ничего говорить я не буду. И посмотрим, когда она догадается. А я побежала завтракать быстренько. Доброе утро, мамочка. Доброе утро, Машенька. Как спала? А что ты будешь завтракать? Хм, а действительно, что я буду завтракать? О, позвоню-ка я Насте. Алло, Настя. Привет. А что ты сейчас завтракаешь? Да нет, нет, мне просто интересно. Хлопья с молоком? Понятно, приятного тебе аппетита. Мамочка, я придумала, я хочу хлопья с молоком. Хорошо, сейчас тебе нагрею булочком. И Настя пока еще ни о чем не догадывается. Как круто, что Настя утром тоже кушает хлопья с молоком. Я их обожаю. А сейчас приятного аппетита всем, кто со мной вместе кушает. Я сейчас доем и буду звонить дальше Насте. И спрашивать, какие у нее планы на сегодняшний день. Алло, я опять тебе позвонила. Ты уже позавтракала? Я тоже уже позавтракала. А какие у тебя сейчас планы на радио? Давать интервью? А, понятно. А какое это радио? Понятно. Все, пока. Ну что, я сейчас звоню на это радио. И договорюсь поехать туда же, куда едет Настя. Класс, они меня ждут. Поехали. И вот мы уже приехали на радиостанцию, на которой Настя будет давать интервью. Здесь мы с ней не пересечемся. Упс. Привет, Маш. А что тут? Привет, Настя. Я тут приехала на радио. Ну, я как бы тоже на радио сюда приехала. На 6 часов вечера. Я тоже на 6 часов вечера. Странно как-то все. Мало того, что ты мне позвонила и спросила, куда же я еду. И за мной что ли поехала? Нет, меня пригласили. Настя, ты тебе показалась, не парься. Ну ладно, пошли. Пошли, пошли. Пошли. Но Настя меня не запалила. Проходи. Тихо, идет запись. Идем. Открывай. Смотри, что мы тебя подготовили. Рада тебя приветствовать. Заходи, присаживайся. Я Саша. Маша. Очень приятно. Даня. Саша и с нами наша Маша. Да, наша Маша. Слушай, у вас сразу вопрос. Почему ты наша Маша? Потому что у мамы не было времени придумать название канала. И мы временно назвали его наша Маша. И вот у меня сейчас уже почти миллион. И до сих пор наша Маша. Мы знаем, что ты супер талантливый блогер. И мы бы хотели, наверное, на этом эфире почему-то у тебя получиться. Все же, с чего ты начала вообще свой этот блогерский пункт? Туда подсказал из родителей. Или ты сама говоришь, мама, хочу тот мистер Макс и Кэсси. В общем, моя идея стать блогером. Но у мамы то времени не было, то работа. И очень хотела стать блогером. Сама маме просто давай снимать видео. Даже не на ютубе, а просто снимать. То есть в 6 лет ты уже начала свои первые распаковки на камеру. У меня еще не было и у мамы камеры. Это когда мы снимали еще на телефон, на телефон 6С. Слушай, здорово. Это не помешало тебе стать популярной. При помощи прекрасной мамы, своего желания и айфона 6С, ты начала снимать видео. Мы попросим нашу прекрасную Машу создать свои топ-5 программ, в которые она регулярно заходит на протяжении каждого дня. Вот самая-самая программа, в которую я очень часто захожу, это ютуб. Плюс вторая программа, в которую я захожу, это инстаграм и лайки. Они у меня наравне. Дальше фейстон 2. Еще иншот, просто великолепная программа для подкажа. Паплодируем нашу Маше. Спасибо тебе большое. Ждем тебя еще в гости. До новых встреч. И говорим, папа, Саша, Даня и Маша заканчивают вещать. Вот и подошел наш эфир к концу. Маша, как впечатление? Прикреплю. Открыла все свои тайны. Рассказала все-все-все. И кто сейчас был на эфире, тот очень много о Маше узнал новенького. Ну вот, мое интервью на радио уже подошло к концу. Мой первый опыт на радио. И мне очень понравилось задавать интервью. Хорошо, что Настя тут была. Мне пришло не за ней это повторить. И теперь мы собираемся домой. Хотя... Сейчас узнаю у Насти, какие у нее дальше планы. Все, Настя, вы тут выступаете в Кифре? Да. Ну все, мы сходим все по домам. Мы сейчас явно собираемся пойти на Дерибасовскую. Я тоже сейчас собиралась пойти на Дерибасовскую. Совпадение? Не думаю. Хорошо. Маша, пошли. Пошли. Ну вот мы уже на Дерибасовской. Посмотрите, какая здесь красота. Сейчас мы будем гулять и отдыхать. Я не понимаю, почему все время у нас с Машей какие-то совпадения? Мы целый день попадаем в одни и те же места. Не знаю. Маш, а ты не голодная? Нет, я дома покушала. Ну, тогда я пойду в Макдональдс, я хочу прикусить. Ой, я тоже очень голодная, такая голодная. Пошли в Макдональдс вместе. Странная она какая-то. Меня вроде еще не рассекретили. Смотрите, Макдональдс уже готовится к Хэллоуин. Все витрины разукрашены. А может в Макдональдсе опасно кушать? Смотри, какую кашу ведьма готовит. Дети будут кушать, а мамы не кушают, поэтому не переживай. Так, я буду в биг-тейсте, картошку, колу и майонез. Так, я буду в биг-тейсте, картошку, пексиколу и майонез. У вас сегодня вкусы совпадают с Настей. Класс, дайте! Вот мне уже принесли мой заказ. Это биг-тейсте, майонез, пексиколу и картошку-пексиколу. И у меня точно такое же. У меня такое же. Маша! Что? У меня точно что-то не то. Да. Так действительно подозрительное. Нормальная я. Я тоже очень люблю биг-тейсты. Ну ладно, может совпадение. А на самом деле... Я на самом деле люблю больше чизбургеров. На сегодня придется есть биг-тейсты. А сейчас я буду снимать клип-лайк. Я тоже буду снимать клип-лайк. У тебя точно такая же музыка. У меня тоже. Маша! Мне не кажется ли, что ты... Что? Тебе кажется, что ты подумалаешь. Ну ладно, хорошо. Давай снимать на мой телефон. Давай снимать на мой телефон. Не, на мой. А давай на мой и мой. На мой. На мой. Мэби! Сняла клип, как у Насти. Пока что у меня все получается. Вроде бы. Да, она очень начала подозревать меня. Попробуем продержаться. Держите же меня кулочки. Держи. Ух, как я наелась. Ух, я так наелась. Ой, как я наелась. Ох, а теперь можно и домой ехать. Ох, а теперь можно и домой ехать. Маша! Что? Я тебя раскусила. Почему ты со мной сегодня весь день повторяешь? Прон! 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 А значит так? Ну хорошо, Маша, держи. Сди от меня отреточку в самый неожиданный для тебя момент. Все, всем пока. Понравилось видео с новым годом. Маша, всем пока. Ух, я тебе сейчас устрою. Ой, страшно. Страшно!